Остановить деградацию Забайкалья просит Владимира Путина, исполняющий обязанности губернатора региона Наталья Жданова, и предлагает развивать регион за счет соседнего Китая. Спасти можно Забайкалье, по словам чиновника и по ее убеждению, только так. Ситуация, по словам Ждановой, настолько уже плохая, что угрожает национальной безопасности России. Жданова напомнила, что протяженность границы Забайкалья с Китаем тысячи километров, то есть четверть всей границы с КНР приходится именно на этот регион. Вот Жданова обратилась к Владимиру Путину с просьбой привлечь китайские инвестиции, производить в регионе продукцию на экспорт, тем самым спасти край от социальной и экономической катастрофы. Ну а как жители? Обычные жители, рядовые Забайкальского края оценивают ситуацию. Все ли действительно так плачевно? Мне кажется, в Забайкальском крае буквально во всех направлениях нужно улучшить жизнь, потому что высокий уровень безработицы и заработная плата очень низкая. Конечно, промышленность развивать нужно. Вечерское хозяйство в том числе, конечно. Хорошо. Пока у нас ничего нет. Вот эти проблемы предлагают чиновники решать с помощью Китая. Между тем, предприниматели Забайкалья уже давно работают с китайским бизнесом и другого пути развития просто не видят. Наш бизнес, он тесно связан именно с рекламой, да, у нас рекламная деятельность, и наши потенциальные клиенты – это те люди, которые хотят дешево, быстро и качественно получить продукцию. И если бы не было взаимодействия с Китаем, то, наверное, баннер 3х6 придорожный или небольшая вывеска обошлись бы нашему клиенту, ну, как небольшой автомобиль. Поэтому все-таки взаимодействие, оно просто-напросто необходимо. Когда говорят о работе с Китаем, речь идет не только о закупке товаров. Многие одновременно боятся, что КНР может выдавить российский бизнес с рынка. У нас неравнозначные условия. Китайские предприниматели имеют достаточно большие финансовые ресурсы, поэтому я считаю, что задача государства – помочь направить эти ресурсы именно через призму российского предпринимательства, что в свое время сделали китайцы. Если мы сможем создать нечто подобное, то, безусловно, это будет выгодно обеим сторонам. Если же просто предоставить возможность, ну, скажем, самостоятельно работать, то, наверное, это будет хуже, потому что у нашего не очень-то развитого предпринимательства появится достаточно серьезный конкурент, который просто-напросто его вытеснит с рынка. Развивать Забайкальский край надо так, чтобы самим не пострадать от конкурентов из КНР. Это должно стать главной задачей будущего губернатора. Первостепенное внимание надо уделить лесной промышленности и туризму. Китай является экономикой, которая может наполнить бюджет Забайкальского края существенно и гораздо эффективнее. Например, развитие внутреннего туризма. Китайцы готовы приезжать на территорию Российской Федерации и оставлять более чем по тысячу долларов за неделю своего пребывания. Собственно, и безграничное количество китайцев это может делать. Развивать инфраструктуру они могут в том числе и за свой счет, и гостиничный комплекс, и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...